Всем привет! Это научно-образовательная программа «Светлая голова» и с вами в студии Карина Романова и Роман Ивстифеев. Сегодня мы узнаем о том, какие подвиги совершали наши земляки во время Первой мировой войны, о том, как узнать о судьбе своих прадедушек, воевавших в эту войну, и о том, как нам научиться не забывать свою историю. А поможет нам в этом разобраться светлая голова нашего выпуска, историк и краевед из Коврова Самойлов Андрей Владимирович. Здравствуйте! Здравствуйте, Андрей Владимирович! А начать я хочу не с вопроса, а с небольшого пояснения, которое требуется для того, чтобы дальше нам с вами вести беседу, разговаривать, чтобы телезрителям было понятно. Вы не профессиональный историк, насколько я понимаю, да? Вы занимаетесь изучением, исследованием Первой мировой войны, в свободное от работы время, вместе со своим коллегой Александром Колеровым. Возвращаете нам память о владимирцах, участниках этой войны, Первой мировой войны. Я сподвигал на работу по исследованию по его пути полков Владимирской губернии, которые формировались здесь. Одна старая фотография. Мой прадед, бывший офицер русской императорской армии. Всю жизнь хотел заняться этим, но судьба повернулась так, что большая часть моей жизни была посвящена служению Отечества. Потом, можно сказать, даже чисто случайно мы встретились с Андреем Владимировичем, на общности интересов, решили заняться исследованием истории Первой мировой войны. Главный вопрос. У меня в голове он все время встает. Для чего вы это делаете? Для того, чтобы люди знали об этой войне, чтобы она не была неизвестной. Чтобы война стала, наконец, известной. Чтобы люди знали не только о том, что такая война была, но и о том, что и Владимирцы участвовали в ней. Как раз первая книга посвящена истории трех полков, которые были сформированы на территории Владимирской губернии в период Первой мировой войны. Вы считаете, что она неизвестная? Она неизвестная. Неизвестная? Мне кажется, столько разговоров и было, и есть. Вы знаете, мне кажется, это заблуждение. Эти разговоры все появились накануне столетия, начала этой войны. А до этого, можно так сказать, что в советский период война была неизвестна. Я считаю, что если мы хотя бы опубликуем список, грубо говоря, тех же самых офицеров Владимирских полков, может быть, кто-то своих родственников найдет. Потому что многие просто не знают о том, что их прадед, прапрадед был участником Первой мировой войны. А война была действительно героическая. И многие были совершены подвиги и геройских поступков. А по вашему мнению, интерес у людей есть к этой теме? Я думаю, что есть. Есть, потому что об этом можно судить хотя бы по тем откликам, которые последовали после выхода нашей книги. Очень много было и телефонных звонков. И даже мы не думали, что у нас после этого работа как бы продолжится. У нас появились новые фотографии, во-первых, участников этих войны. Тех людей, которые непосредственно служили в этих полках, биографии их выстраиваются до конца. То есть, если мы знали их боевой путь просто в полку, то некоторых мы узнали их дальнейшую субботу после войны. То есть, как у них сложилась жизнь. Или вот, например, экспонат, который принадлежал, видимо, одному из офицеров. Строевой пехотный устав, издание 1914 года. Очевидно, он лежал в сумке у офицера полка. И он его изучал. И на основании его все действия в полку, они и построили, и перестроили. Вся жизнь полка. Такие ветхие странички. Это 1914 год. И вот как надо сидеть на лошади, как надо держать. Тут все есть. Как приветствовать государя-императора. Здесь все написано. Да, вот тоже такой артефакт. Мы, кстати, решили узнать у владимирцев, что им известно о Первой мировой войне. Прибегают ли они сами к каким-то архивным данным. Или просто находят всю информацию в Википедии. Давайте посмотрим. Что у вас было по истории в школе? А, по истории была твердая четверка. Пять. Пять. Три. Четыре. Пять. Четыре. Четыре. В какие годы шла Первая мировая война? 1914-1918. Ой, 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 нет, нет, не надо. 14-й и, наверное, 17-й до революции. В 1812-м она закончилась. Кто против кого воевал? Значит, Германия воевала против стран Атланты, Антанты. Союз Франции, Англии и Россия. Турки, по-моему, да, с Россией? Ну, что такое? Россия с немцами, с французами, с англичанами. Франция против России. Это были военные союзы. Тройственный союз против Антанты. Как вы думаете, владимирцы воевали в Первой мировой? Ну, а как же? По-любому. Ну, вообще, основной, основной видом приходило в Москве. Да, безусловно, существовало ополчение, я думаю, и владимирцы принимали в нем участие. Да, у нас есть кладбище, и до сих пор какие-то захоронения на князь Владимирскому есть. Вы бы хотели, чтобы в нашем городе появился памятник Владимирскому ополчению? Да. Да. Конечно. Неплохо, да. Не помешал. Да, я думаю, это было бы хорошо. Скажите, вы когда-нибудь бывали в региональном архиве или все исторические данные находите в Википедии, допустим? Нет, в архиве ни разу не была. В архивах тоже, в архивы обращался. У меня все данные из книг. В интернете обычно. В интернете, да. Да, мы работали в архиве, и в том числе по этому вопросу, как раз по поводу захоронения, которое есть на князь Владимирском кладбище. Как вы считаете, можно ли полноценно верить интернету в вопросе истории? Нет. Совсем. Много источников разных. А где вы перепроверяете эти данные? Учебники истории, учителя истории. Интернет – это способ добычи знания, а не источник. Я думаю, да, если информация проверенная, если это проверенные авторы, проверенные источники, то я думаю, да. Я не встречался с такими людьми, кто бы мне сказал, что да, я в интернете могу все найти, я только не понимать его не ищу. Чего не спроси. Ну, налей, обыкновенный налей. Когда будем отмечать столетие окончания Первой мировой? Убивайте. Пойду, буду учить. Где-то после Октябрьской революции. А столетие уже прошло. В 1912. В следующем году, стало быть, точной даты я не назову, но, наверное, это хорошо бы отметить вот именно для таких, как я, чтобы вспомнили. Вопрос, на мой взгляд, самый сложный о том, как не забыть, как сохранить в памяти имена, фамилии, судьбы. И вот я в связи с этим хочу показать книгу, на которую вы ссылались. Она так и называется «Незабытая война, незабытая судьба». Издана к столетию начала Первой мировой войны в 2014 году, где собраны материалы по трем Владимирским полкам. Полки назывались тоже очень своеобразно по моде, ну или по правилам той эпохи Владимирский, Ковровский, Горбатовский, Клязьминский полки, если я не ошибаюсь. Но у меня вопрос, знаете, какой? Вот вы изучили судьбу этих полков, изучили судьбу и других формирований. А можем ли мы сегодня сказать, сколько вообще Владимирцев участвовало в Первой мировой войне? Я думаю, только приблизительно. Ну, хотя бы приблизительно, хотя бы, чтобы понимать. Например, за 2014 год, только по мобилизации, которая проходила в июле месяце, было призвано свыше 70 тысяч человек. Ну и до конца войны еще прошло три призыва, то есть где-то в общей сложности более 100 тысяч человек. То есть за 2014 год только призвано было. 14-й 70 тысяч, и потом еще несколько призывов было. Да, и в 2015 году, и в 2016 году продолжались призывы, в 2017 году. То есть это больше 100 тысяч? Больше, конечно. Больше 100 тысяч было призвано владимирцев, и они все отправлены были на фронт, как участники этой Первой мировой войны. Андрей Иванович, а это правда? Я знаю, что вы открывали документы, которые 100 лет никто не читал, да? Вот эти документы по истории наших полков, они лежали просто 100 лет. Ну да, так. Как ощущения? Такое несбываемое. Откуда вы знаете, что их никто до вас не читал? Потому что никто подписи не считает, что я прочел. Нет, там то же самое, как в библиотеке, формуляр ведется. То есть кто брал, когда брал, с какой целью, там все написано. А можем ли мы сказать, сколько погибло владимирцев в годы Первой мировой войны на фронте? Тоже интересный вопрос. И интересен в том, что издавались ежемесячно санитарные списки, где по губерниям были написаны, кто погиб. Они, наверное, тоже не сохранились, да? Нет. Почему? Они сейчас есть в свободном доступе. Есть за 2014, за 2015 год довольно-таки полные списки. А вот 2016 год уже отрывочные списки. 2017 год я их не видел вообще. То есть примерно, можно сказать, только за 2015 год? 2014-2015 год. Но там же основные были потери, например, на 2015 год, наверное. Почему 2016 год тоже? Война-то длилась до 2018 года. А почему списки-то перестали вести? Нет, они, может быть, и ввелись, но их просто пока еще нет в свободном доступе. А, поняла. Со временем, может, они появятся, конечно. Ну и сколько, по вашим оценкам? Ну, вот я могу сказать, что за 2014-2015 год я нашел где-то около более 7 тысяч человек владимирцев. То есть погибших. Погибшие, раненые, контуженные. Это как раз категория, которая входила в эти списки. Андрей Владимирович, насколько я понимаю, владимирцы принимали участие в Первой мировой войне в составе полков и в составе государственного ополчения. Совершенно верно. Вот в чем разница между этими двумя видами формирования военных? Ну, вообще, нужно сразу рассказать об системе комплектования. Откуда это вообще в ополчение пошло? После реформы 1870 года, военной реформы, когда в России возник вопрос о необходимости создания резерва армии, действующей армии. Вот. И для этого призыв производился не сейчас. Не как вот у нас производится в советское время, а сейчас производится призыв. То есть, когда все производят повестки, все прибывают. Было что-то подобное. То есть, собирались все призывники вот этого года. Там их могло быть, ну, грубо говоря, 100 человек. С Владимира в армию будут призывать только 20. Остальные проходят жребий. То есть, вот эти 100 человек тянут жребий. Первые 20 человек идут служить в действующей армии, а остальные 80 человек автоматически переписываются в государственное ополчение. И они становятся ратниками государственного ополчения. Мне интересно, а что это за жреби-то? Не монетку же они подбрасывают в конце концерта, а бумажка? Ну, почему? Просто обычная бумажка, на которой написан номер. И все. Если попадать с первой подводной, ну, говорю, определенное количество, то тебе повезло, ты служишь в действительной службе. А я еще слышала, что владимирцы уходили на войну прям вот в Соборной площади. Да. Как это происходило? Да. То же самое. Строились части, во-первых, они собирались не на Соборной площади, они в летних лагерях. Существовали летние лагеря, которые были у Еревесской заставы. Вот. Там, значит, полки собирались, прибывали туда призывники, запасные прибывали. После этого проходили определенную подготовку, так называемое слаживание, полк проходил. Вот, прибывали офицеры туда же, люди делились по ротам, по взводам. И после того, как прошла подготовка, вот, было торжественное построение на Соборной площади, куда приходили чины духовенства, дворянства. Начальство, наверное. Ну, городское начальство обязательно, значит, признастили с торжественной литургией, богослужения. Вручалась икона, как правило, от города вручалась. Все, по крайней мере, все полки получили именные иконы. У пехотных полков это были Владимирская Божья Матерь, а вот у ополчений у них разные. Там кто-то получил Александра Невского, кто-то получил Петра и Павла, значит, один Владимирский Божья Матерь. То есть, здесь была такая традиция, то есть, поручалась икона, и вот после этого, что по Соборной площади, дальше они... А после Соборной площади, после торжественной молеби, торжественным маршем, под звуки оркестра, они уже шли на погрузку. На вокзал. На вокзал. Скажите, а вот что касается самой войны, вам удалось выяснить, какая доля, скажем так, выпала нашим владимирцам? Как они себя проявили, какие были подвиги, за что награды получали? Ну да, конечно, благодаря тому, что фонд наших полков более-менее в полном объеме сохранился, удалось проследить полный боевой путь наших полков. Вот, и он начинается буквально с 1 августа, две недели, вот их на сборы были. Вместе с 14-го года. Да, то есть, призыв, мобилизация началась 18 июля. К 1 августа полки уже были сформированы, эти запасные. Вот, 5 августа они уже выступили на Театре военных действий. Вот, ну и за исключением 324-го, он еще раньше отправился. Вот, потому что он входил в другой дивизию. Вот, а эти два полка, 217-й Ковровский и 218-й Горбатовский, они, значит, уже 5 августа были направлены в гарнизон крепости Петра Великого. Это современный город Таллин. Таллин. А я знаю, что наши владимирцы приняли участие в первой атаке на дирижабль, да? Ну, это атака, не атака. По крайней мере, они целой ротой стреляли по немецкому цепелину. Получилось попасть? Не попали. По-моему, не попали. Да, не попали, но, по крайней мере, это считается началом создания противовоздушной обороны. То есть, владимирцы участвовали в этом событии. Да, да. Рота Ковровского полка. Стреляли в воздух, попали в историю. К сожалению, насколько я знаю, к сожалению, не только первыми мы были не только в этом. Мы первыми испытали на себе и химическое оружие, и атаку огнеметами. Да, да. Это трагические страницы истории. Насколько я знаю, это было в мае уже 2015 года. Они попали на территорию современной Польши. И это отражено тоже, да? Да, это тоже нашло отражение в документах. 18 мая 1915 года в районе Воли-Шедловской 217-й Ковровский и 218-й Горбатовский полки попали под газовую атаку немцев. Это одна из первых газово-так вообще? Это первая атака на Восточном фронте. Первая атака была на Западном фронте. В апреле того же года? Да, под Ипром. Под Ипром. Отсюда и Прид, да? Да, и Прид. А через месяц это случилось с нашими ребятами? Да, на Восточном фронте. А кто-нибудь выжил после этой газовой атаки? Выжили, выжили. Потери большие полк понес, более 2000 человек было отравлено. Но здесь дело в том, что люди получили разную степень отравления. Кто-то, значит, остался в строю, кто-то был комиссован, кто-то, значит, умер впоследствии. Атака произошла утром, в 5 утра. Немцы открыли баллоны, то есть при наличии, они несколько дней ждали. Во-первых, должен быть нормальный роза ветров, так, чтобы она дула в сторону позиции противника. Вот такой день как раз выдался, 18 мая. Немцы открыли газовый баллон, и русские увидели. Сначала услышали шипение, как они сами описывают в документах. А потом появилось такое желто-зеленое облако удушливого газа, которое завлакло позиции нашего полка. Но они не стали от него убегать, да? Нет. Или они не понимали, что это такое? Ну, во-первых, удушливый газ знали, что это такое. Но, по крайней мере, полк не побежал. Большие потери этим связаны, что наши солдаты оставались на месте. А у них была установка такая, или просто они сами по себе отрешили? Ну, бежать не принято, как-то, да. Хотя, конечно, разные ситуации бывают на поле боя. Ну, по крайней мере, они оставались на месте. Насколько я понимаю, после вот этого прохождения волны газа противник начали атаковать. Да, последовало атаку противника. Немцы провели пять атак, которые были все отбиты нашим полком. Ничего себе. То есть, несмотря на вот это все. За это, кстати, все офицеры, георгиевский кавалер, георгиевские кресты, получили к раззайтовку. Я хочу зачитать, обратил внимание на подвиг нашего земляка. Да, Владимирца. Антонов Михаил Николаевич, штабс-капитан, который служил в 217-м пехотном кавалерском полку. Получил георгиевский крест за то, что в бою 18 мая 2015 года под волей Шедловской, когда под воздействием удушающего газа от батальона осталось всего 100 бойцов, сам, мучаясь удушьем, вскочил с нижними чинами на бруствер, отбил несколько германских атак, чем предотвратил неизбежную потерю нашей позиции. Андрей Владимирович, а вот в нашей Владимирской области какие-то именно памятные места есть, посвященные подвигам наших горожан в период Первом мировой? По-моему, нет. В Коврове нет ничего, в Коврове. Город воинской славы. Увы, нет. Пока нет. Есть доски памятные, я знаю, скажем, на нашей больнице. Да, она не посвящена непосредственно бывым частям нашим, которые здесь формировались. А как считать, что можно было бы сделать, чтобы эту память выяковечить? Я думаю, какой-то памятный знак все равно должен быть. Другое дело, где его ставить? На соборной площади. В принципе, это самое логичное. В принципе, так и должно, наверное, быть. Потому что все части, которые формировались в Владимире, прошли через эту соборную площадь. То есть все люди, которые уходили на войну, они все проходили через него. Со всей губернии они шли с соборной площадью. Место знака «Я люблю Владимир», лучше бы там поставили памятник нашим владимирским ополченцам. Тут трудно сказать, что тут лучше. Но, по крайней мере, это, наверное, единственное место, где логично поставить памятный знак. Насколько я понимаю, как продолжение этой книги, у вас готов материал и по ополченческим дружинам. Да, готов. Вот эти четыре ополченческие дружины, описанных 5, описанных «Боевой путь», есть некоторые избранные биографии, которые удалось найти, фамилии, офицеров. А вот они назывались «Ратниками», а «Ратников» нет, да? Дело в том, что из пяти дружин Владимирских только в двух есть списки «Ратников», в остальных просто они не сохранились. Так вот, первая часть, которая вышла к столетию начала Первой мировой войны, посвящена полкам второй очереди, те, которые были сформированы из запасных. В настоящее время готова часть, посвященная пяти Владимирским ополченческим дружинам, которые сначала здесь, в Владимирской губернии, несли толовую службу, а в конце 2014 года были отправлены на фронт, в связи с тем, что обстановка на фронте развивалась в то время не очень хорошо для русской империи. И сейчас, в принципе, работаем на создание третьей книги, которая посвящена сибирским и малороссийским гренадерам и 184-м пехотному варшавскому полку. А вот сегодня кто-то вам помогает в поиске данных? Не знаю, историки, краеведы, поисковики и те же. Они ведь тоже ведут похожую деятельность, они ищут останки погибших и помогают также родственникам что-то узнать о своих предках. А где вообще сегодня можно узнать, не знаю, допустим, о своем прадедушке, который воевал в Первом мировой, куда нужно обратиться? Ну, если, во-первых, нужно знать, в каком чине он воевал. Если он офицер, то это центральный военно-исторический архив. Там большой фонд, 409-й фонд, так называемый, это фонд послуженных списков офицеров. Там можно узнать. Вот, если же он был солдатом, здесь, конечно, проблематично. Надо хотя бы знать, в каком полку он служил. Тогда можно что-то поискать в этом фонде этого полка. Но очень многие люди вообще ничего не знают. Знают, вот как звали человека, и все, и больше ничего. Увы, да. Хорошо, если на фотографиях видно с георгиевскими крестами, то можно. Сейчас как раз вышел 14-томник Патрикеева Сергея. Он как раз посвящен списке георгиевских кавалеров, которые там больше миллионов фамилий. Он неполный, сразу говорю, что он неполный. Но там есть списки как раз всех тех людей, которые были награждены георгиевскими крестами во время войны. У меня был дедушка, кавалер нескольких государственных в то время наград, в том числе и георгиевских крестов. Вот фотография, которая сделана в Литве, где он снят, и на груди у него три медали и три георгиевских креста. Но так уж сложилось, что в памяти семьи и бабушки, в том числе, которая рассказывала, что он был полным кавалером георгиевских крестов. Я обратился без такой уж особой надежды, что ли. Я попросил, я говорю, уважаемые коллеги, попытайтесь установить, являлся ли мой дед Павлов Кузьма Александрович полным кавалером георгиевских крестов. И они сделали все, казалось возможным, в военно-историческом архиве нашли, в том числе и что Павлов Кузьма Александрович, подпрапорщик третьей батареи 43-й артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса, был награжден и награжден и крестом первой степени. За то, что в боях с 23 по 25 мая 16-го года во время атаки руководил работой, находясь под сильным артиллерийским огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, во все время боя своим мужеством и храбростью успокаивал людей и был отличным для них примером. У нас в традиции нашей передачи есть такой этап, когда мы подходим к финалу, мы обычно с гостями играем. И мы сегодня тоже готовились, готовились, но я знаю, что вы сами нам приготовили испытания, связанные с другой стороной жизни полков. Они на войне не только воюют, и солдаты не только занимаются военными делами, но еще и организуют сами свой быт какой-то. Насколько я понимаю, мы должны понять, чем занимаются солдаты или участники этого. Совершенно верно. Что вы здесь должны делать? Вот это? Да, начнем с этой. Ну это трудно, очень много людей, какой-то корыто. У меня бутылки, у меня два варианта. Либо они хотят что-то постирать, либо они делают, не знаю, какие-то вот эти вот взрывающиеся бутылки, как коктейль молот, затыкают что-то. Если что меня здесь смущает, это вот этот кран и кружка. Кран-то я и не заметила. И кружка, которую они передают, они, видимо, это не совсем ядовитая жидкость, они, видимо, ее потребляют. Так это или не так? Да. Что занимаются? Ну, производство домашних вин, так сказать. Вин или более крепкий напиток. Ну, или более крепкий напиток. Смотрим дальше, что нам приготовили. Так, чем занимаются здесь? Это, видимо, после распития спиртных напитков, человека попросили пройти по прямой. Тест. Тест пройти, да. Но он, видимо, справился, он дошел уже. Да. То есть там устраивались и спортивные соревнования. Да, совершенно верно. Перерывы между боями или там, когда было время. Здесь, на самом деле, очень большой альбом, много фотографий. Чрезвычайно интересно. Вообще, свыше 500 фотографий сохранилось. Вот в альбом вошло 300 фотографий. Вот, кстати, фотографии, где сидят капитан Стрепетов, полковник Костомаров, капитан Степанов. И такая подпись «Партнеры». Партнеры, да. Видимо, надо понять, в чем партнерство. В чем партнерство, да. Как они себя ничего не выдают? Сидят на ганану, говорят, тут вместе все. Они сидят, да, как-то так хитро только смотрят. И в чем мы партнеры. Но могу предположить, что это связано с времяпровождением офицеров. Кружек мы здесь не видим. Мы в шахматы играли. Ну, втроем в шахматы играть. Ну, да, не доиграть. На вылет. Ну, не знаю. Ну, только картежная игра можно предположить. Все верно. Они были партнеры, например, в покер. Как вы догадались, что никаких карт нет. А это в другом месте есть. Да, в записях, да. Борис Мегачев. Да, любители были как раз. Ну, в принципе, в полках, насколько я знаю, еще и были оркестры, хоры. То есть люди пели, танцевали. Ну, была обычная жизнь. Были бани, были все. Был даже приказ по дивизии о том, что необходимо в каждом полку учредить свой синематограф. То есть, да, обязательно в порядке, когда люди возвращались с позиций, первым делом это баня, чистка оружия, приведение в порядок бандирования. И потом, значит, шли театрализованные представления, показы кинофильмов. То есть, обычная жизнь. Очень интересно. Спасибо вам огромное за такой тест. К сожалению, время нашего разговора подошло к концу. Я напоминаю, сегодня светлой головой выпуска был историк и краевед Андрей Владимирович Самойлов. Спасибо, Андрей Владимирович, за интересную беседу. Дорогие друзья, память о прошлом необходима всем нам. Она помогает нам оставаться самими собой и одновременно освещает нам наш путь в будущее. Не блуждайте в потемках, обращайтесь к научным знаниям. Переходите на светлую сторону. Переходите на светлую сторону.